Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я сегодня опоздал немного с началом эфира. У меня сейчас временно появился другой помощник, поэтому я заранее приношу извинения, что если будут какие-то сбои технические, это, скажем, первый опыт помощника. Сегодня я хотел бы изложить целую политическую ситуацию и озвучить, как мы должны действовать на митинги 27 марта. Мы объявили о митингах в таких городах, как Астана, Алматы и Шимкент. Но затем активисты из города Ак-Тюбе заявили, что они точно организуют свои митинги. И были возмущены, что мы не озвучили места проведения в городе. И более того, они объявили о том, что 4 города Ак-Тюбинской области тоже подключаются к митингу. Я хочу поприветствовать таких активистов и сказать следующее, что наша судьба, судьба нашей страны в наших руках. И в первую очередь зависит все это от наших граждан. Ни от Назарбаева, ни от кого-либо. Именно от активности наших граждан. Чем мы будем более активны, чем реально мы будем управлять нашей страной, и тем быстрее она будет развиваться. А не будем ждать сверху команды. Не важно, что, скажем, существует нынешняя политическая организация, она организовывает митинги. Для нас было бы вообще здорово, чтобы митинги организовывали именно сами граждане на местах. И вот Ак-Тюбе вот такой пример подал. Я очень рад. И мне задают вопрос, а почему необъявленные митинги, как обычно, в других городах? Ну, например, в Атрау, Мангастау, Павлодаре и других областных центрах. Но, знаете, мы чуть-чуть изменили сейчас подход. Мы многократно объявляли митинги в этих городах, по сути, давая людям возможность собраться в этих местах. Но, к сожалению, достаточного количества митингующих не было. И поэтому будем исходить и сейчас от гражданской активности тех или иных регионов. И будем обозначать места по инициативе именно этих гражданских активистов. Они могут объявить эти места, передать нам. Мы выпустим плакаты. И, собственно, мы тогда можем говорить, что митинг состоится в том или ином городе. Итак, уважаемые друзья, сегодня мы озвучили о том, что Дорига начала свою предвыборную кампанию. Мы все прекрасно понимали. И когда в прошлом году Назарбаев объявил о том, что уходит с должности президента, очень многие пили шампанское, радовались, говорили, все, эпоха Назарбаева завершилась. И на самом деле я до этого ранее предупреждал, что Назарбаев никогда при своей жизни добровольно власть не отдаст. И, конечно же, было много скептиков, говорили, нет, это так невозможно, что вот теперь новый президент. И буквально на следующий день Токаев все это опроверг, потому что спикером Сената была назначена Дорига, она именно назначена была. Народ ее не избирал. И вот она продержалась не очень продолжительное время на посту спикера парламента, но в любом случае она обозначила, что Нарсултан Назарбаев власть будет передавать члену своей семьи, потому что когда президент уходит, исполняющий обязанности становится спикер Сената или спикер Мажелиса, ну и следующий по цепочке премьер-министр. Но так получилось, что именно в семье Нарсултана Назарбаева начался конфликт, конфликт между членами семьи, между Айсултаном и его матерью Доригой Назарбаевой. Кстати говоря, достаточно публично Айсултан называл свою мать ведьмой. Ну, заслуженно, я думаю, сами понимаете, что если уж сын матери дает такие эпитеты, они не просто так были. Ну, и Айсултан в прошлом году рассказывал о том, как его заключили, по сути дела, под Москвой, в городе Орле, в тюрьму. И он там провел около 14 месяцев. И только по истечении 12 месяцев появилась Дорига. И когда Айсултан начал возмущаться, что его, по сути, силой туда поместили, выкрали без каких-либо документов, без каких-либо юридических оснований, Дорига послушала его и сказала, ну, ты еще должен здесь еще побыть, полечиться. С такими словами она оставила его дальше и уехала, оставив его заключение. У меня очень много записей Айсултана, который рассказывал о взаимоотношениях внутри семьи, о их бизнесе, каким образом они держат доли, прячут и так далее. Все это мы приберегли. Приберегли для будущих свидетельских показаний, для организации экономических и политических санкций против семьи Айсултана Назарбаева. Это все, безусловно, будет применено в работе над санкциями. Ну и, собственно, весь февраль до мая шли такие мощные политические скандалы, потому что Айсултан подробно рассказывал о своих злоуключениях в семье Назарбаевых. И также он сказал, что он является сыном Нурсултана Назарбаева. Бывший председатель КНБ Альнур Мусаев сначала говорил, что да, точно, он сын. Потом он показал поддельные документы, что это не так. Но после смерти Айсултана он сказал, да, это правда, Айсултан является сыном Нурсултана Назарбаева, а не его внуком. Ну а Дарига, соответственно, мать. И, ну, здесь, конечно же, мы понимаем, что Айсултан родился в результате взаимоотношений Дариги Назарбаева и Нурсултана Назарбаева. Вот, собственно, сейчас теперь мы понимаем, что Дарига Назарбаева именно по этой причине хочет, по сути дела, по поручению отца стать президентом Казахстана. И Такаев это просто транзитный президент, некая мебель, которая сохраняла место. Собственно, так было в России, когда Медведев сделал рокировку с Путиным, побыл президентом и освободил свое место снова для Путина. А теперь Путин может в 2024 году снова участвовать в выборах президент. То есть он может быть вечным президентом, собственно, как сам Назарбаев. Вот, и вот эти скандалы привели к тому, что в итоге Дарига, не побыв буквально даже полугода на посту председателя Сената, ушла в отставку. Потому что скандалы их сотрясали, эти вот взаимоотношения. Более того, когда Айсултан находился в Лондоне, и, конечно, я с ним был на постоянной связи, и он намеревался подать заявление о предоставлении ему политического убежища, потому что был обеспокоен преследованиями со стороны матери Дариги Назарбаевой. Я, вероятнее всего, в ближайшее время выставлю эти записи, вы их послушаете. Очень много там интересного он наговорил. Ну и, конечно же, перед смертью я его предупреждал, что ему не следует ехать в Казахстан. Он намеревался приехать в Париж. Но затем, семья, узнав, каковы будут последствия, ну, понятно, что, представляете, сын Нурсултана Назарбаева уезжает в Париж, по сути, со мной вместе ведет борьбу против Нурсултана Назарбаева. Вы же понимаете, что это какой-то был бы невероятный прецедент, созданный в мире диктаторских семей, и они были напуганы. И если говорить о его брате Нур-Али, Алиеве, который проживает в Лондоне, даже он с ним не встречался, а тут и встречался, и уговаривал, все вопросы решал, дорога прилетела. В общем, они его убедили, привезли в Казахстан. Ну и вот, вы знаете, через короткое время, буквально несколько месяцев, было объявлено, что Айсултан умер. Почему сегодня я обо всем говорю? Но повод очень простой, потому что сегодня Азатык, или как мы его называем, Нур-Азатык, опубликовал буквально серию статей, в которых озвучивал, что якобы английские коронеры, то есть специалисты, анализировали смерть Айсултана, и якобы он умер от передозировки кокаином, что якобы в крови у него обнаружили кокаин. Но мы знаем немало случаев, когда под видом, что человек умер от сердечной недостаточности, или еще каких-то обстоятельств, именно в Лондоне умирал. Ну, например, известный случай, когда был отравлен полонием бывший работник ФСБ Литвиненко, тоже не могли сначала прилить, считали, что он где-то отравился и тому подобное. А потом случайно обнаружили радиоактивный след и разобрались, что его травили полонием. И это была рука Путина. Также вы знаете, что атаки были химические на ряд работников ФСБ, бывших работников, и их травили газом новичок. И много загадочных смертей происходило, вплоть до, например, убийства Бориса Березовского. Сейчас известно, что одни и те же люди, одни и те же приемы использовали. И, например, у Рахата Алеева, который был убит в австрийской тюрьме, выяснил, что у него были повреждены грудная клетка. И, по сути, он был повешен и удушен так же, как и Борис Березовский. Мне, на самом деле, звонили некие агенты, казахские агенты из Комитета национальной безопасности, которые бежали из Казахстана и живут где-то за рубежом. Они просили меня обеспечить им политическую неприкосновенность во Франции и собирались приехать во Францию, дать показания. Но я не являюсь президентом страны или генеральным прокурором Франции. Я не могу гарантировать какую-либо неприкосновенность. Тем более, сам здесь являюсь предметом постоянной атаки. И вот этот человек мне подробно рассказал, как они готовили мое похищение и убийство. И параллельно рассказал, что фактически убийство Рахата осуществляли одни и те же люди, которые убивали Бориса Березовского в Лондоне. Что и почерк, и как они душили, каким образом все это осуществлялось, он мне подробно рассказал. Поэтому вы должны понимать, что здесь фактически действуют одни и те же силы. Просто платят разные люди, но суть одна и та же. Что Бориса Березовского убили одни и те же исполнители, что Рахат Талиева в Венской тюрьме одни и те же исполнители. Это вот он мне подробно и рассказал. Выходили и другие люди, которые рассказывали подробно, как они намеревались похитить меня в тех или иных городах Франции, где я постоянно перемещался. И называли прям точно места, время, где, когда я был. Поэтому, конечно же, достоверность высочайшая. Ну вот и теперь давайте вернемся к информации о том, что якобы Айсултан Назарбаев умер от передозировки. Ну, вы понимаете. Ну, мы знаем, что недавно английский суд, рассматривая заявление Дарьи Назарбаева о том, что она крутой бизнесмен, что она сама заработала миллиарды долларов, параллельно работая на хабаре, параллельно работая на государственных должностях, что она вот работала и в сахаре, и в банковском деле. И вообще там она такая крутая, что заработала сотню миллионов долларов. И именно на них она приобрела недвижимость в Англии. На первых порах все это было арестовано. Затем она, что называется, как у нас говорят, по-нашему развела. Генеральный прокурор Казахстана написал, что безусловно, дорогая супер бизнесмен, супер вумен. И английский суд согласился, погрозил пальчиком проверяющим органам Англии, сказал, ну что вы не видите, она вообще очень умная и крутая. Не может быть такого, чтобы представитель Сената, дочь Назарбаева не могла быть талантливой. У них вообще все в семье талантливые. Вот, собственно, английский суд постановил, что вся эта собственность, все эти деньги приобретены законным путем. То есть после этого я могу сказать так, а можем ли мы доверять английскому правосудию, зная, что наша политическая верхушка в Агл-С Назарбаев постоянно договаривается, то Тони Блэр, бывший премьер-министр, у них советник, который буквально за несколько лет получил за консультационные, так называемые услуги, порядка 50 миллионов долларов. Ну и вы знаете, что Назарбаев там близок политической верхушки Англии с ними встречался. К сожалению, на высоком уровне такое лоббирование работает и в ведущих европейских странах. Но, скажем, не так, как у нас в Казахстане, но тем не менее это происходит. И поэтому, когда нам говорят, что какой-то английский коронер сказал, что якобы Айсултан Назарбаев получил передозировку, я верю, охотно. Только вопрос, кто эту передозировку организовал? Понятно, что это организовали люди Нурсултана Назарбаева, которые были обеспокоены разоблачениями Айсултана, который постоянно рассказывал о собственности дорогие Назарбаева, Нурсултана Назарбаева. Он рассказывал о том, как Тимур Кулебаев только с одной сделки отпилил 700 миллионов долларов, из которых 300 миллионов долларов отдал своей подруге Гоге Ашкеназе. Ну и не случайно я по этому Айсултану говорил, что тебе не надо возвращаться в Казахстан, ты будешь убит. Он сказал, я приму свою судьбу. Ну вот, собственно, и принял. Эта семейка его убила. Да, для чего убить его? Осуществить дорогие, свою политическую карьеру, возглавить страну, фактически превратить Казахстан в монархическое государство, когда власть передается от членов семьи другому члену семьи. Ну, вы видели ее, скажем так, приезд в Южный Казахстан, она была в Туркестане, местные каналы показывали, как она посетила телевизионный канал, делилась своими успехами. И вы должны понимать, что все это не случайно. И если член семьи начинает такие действия, это говорит только о том, что президентская кампания уже началась. В чем суть плана Назарбаева? Суть плана в том, что осенью, ну, кстати говоря, возможно и раньше, но вероятнее всего это будет осенью. Нынешний президент, как я его называю, мебель Тукаев, уйдет в отставку, сославшись на какие-то чревичайные обстоятельства, здоровье и тому подобное. И исполняющей обязанности президента станет Дарега. Но до этого она должна возглавить мажилис. Сейчас она просто депутат-мажилис. И как вы понимаете, это такой маневр. Она сидит как бы в засаде, становится председателем мажилиса. И потом начинается сценарий следующий. Тукаев уходит в отставку по конституции. Исполняющей обязанности должен стать председателем Сената. В случае, если председатель Сената отказывается, председатель мажилиса. Если отказывается председатель мажилиса, то становится премьер-министр страны. Вот, собственно, такая модель была разыграна в Узбекистане. Так было в Трукмении. И так же было, кстати говоря, и недавно в Кыргызстане. Вот. И значит, что будет? Она станет председателем мажилиса. Это первый этап. Но для этого нужно ее отпенсионировать. Нужна реклама. Она должна высказываться по всем вопросам. По экономике, по правам человека, по женщинам, по сельскому хозяйству, о птичках, о курах, о чем угодно. Вот. Ну, чтобы у людей создалось впечатление, что нашу страну ждут большие успехи с таким президентом. Вот. И вот кампания началась. Ну, и в этой связи осенью, когда она станет исполняющей обязанности президента, будут объявлены досрочные выборы. Ну, и, как правило, выборы проходят воскресный день 10 или 11 января. Я сейчас по календарю не могу точно сказать, день какой это будет. Но точно это будет воскресный день между 10 и 12 январем. Ну, мы все знаем, что после Нового года люди у нас пассивные. Мы знаем, что на выборы, например, парламентские, были всего лишь присутствовали 15% от числа, возможно, имеющих право голосовать. Всего 15% остальные отсутствовали. И, конечно же, про президентские люди, они говорят о следующем. Что, ну, я имею в виду партии и так далее. Они говорят о том, что надо бойкотировать. Ну, вы знаете, все, кто призывали бойкотировать парламентские выборы, это были все пропрезидентские. Все абсолютно. Ну, и тогда люди не идут на выборы, а-ля с людьми не идут на выборы. В это время учителя начинают активно подделывать бюллетени. И, собственно, вы это увидели. Поэтому ожидается, что в январе следующего года состоятся такие досрочные выборы, будут подделки, будут подделки, вбросы, фальсификации. И в этих условиях дарегат торжественно побеждает, ну, например, получает процентов 70 или 75. Будут фальшивые кандидаты, будут, конечно, типа Косанова кандидаты. Вот что нас ждет. Я по этому поводу говорил, что от активности наших людей многое зависит. Вы вспомните прошлый год? В прошлый год, на самом деле, было много таких событий. В прошлом году убивали активистов. В прошлом году убили Дулата Гадила. И если бы не наша активность, если бы мы не выводили людей на митинги, и, ну, вы понимаете, к чему бы это привело. Дарега именно в прошлом году бы возглавила страну. И если кто-то думает, что Дарега куда-то ушла, они заблуждаются. Нет, просто мы разрушили их планы. И теперь они заново этот план реализовывают. И когда я вижу возмущенный возраст людей, я говорю, что просто так в интернете возмущаться бестолку. Единственный способ выходить на массовые митинги, организовываться и ломать их планы. Нам не нужен ни Такаев, ни Дарега Назарбаев, ни сам Нурсултан Назарбаев, никто из этой политической верхушки. Мы должны отказаться от должности президента, выгнать эту политическую верхушку и многих из них, по сути, посадить в тюрьму. Я сегодня увидел, что прокладка режима Мамай запутывает людей. Он говорит, сочетаясь с призывом на митинг 27 марта, он говорит, что Назарбаева нету, он, значит, заболел. Вот, посмотрите на сайт Орды, там он не упоминается, там раньше он упоминался, а сейчас только Такаев. Это говорит о неком конфликте, якобы, Такаева с Назарбаевым. Таким образом, приподнимается роль Такаева, опускается реальная ситуация с Назарбаевым, якобы он не рулит страной. Это попытка обмануть, сконцентрировать все недовольство, которое сейчас существует в сторону Такаева, а потом сказать, что ну вот он уходит, потому что не справился с должностью президента, например. Или сформировать негатив к Такаеву, его во всем обвинять, не Назарбаева, который на самом деле является архитектором всех проблем нашей страны, абсолютно всех. Он является архитектором беспредела, он является архитектором того, что в нашей стране сейчас растут цены на продовольствие, тогда как в мире они не растут, и они не должны расти. Не могут они расти, инфляция в мире практически на уровне 1%, а это значит, что цены на импортные товары не могут расти. Падать могут, расти не могут. А если они растут, это связано с монополиями, которые организованы в экономике, Нур-Султаном Назарбаевым, не Токаевым, Токаевым вообще никто. Мы должны четко все понимать, Токаев мебель, хотите называть его табуреткой, фанерой, как угодно для ясности и понимания. Так вот, вот такие прокладки режима, как Мамай, специально говорят, что вот Назарбаев больной, Назарбаев ничего не решает, вот решает Токаев, а вот давайте мы сейчас выйдем на митинг и скажем только о китайской угрозе, они не говорят о том, что этот режим, режим Нур-Султана Назарбаева, не говорят правду и отводят реальное недовольство, кому это предназначено, а именно Назарбаеву, какую-то сторону типа Токаева или в сторону Китая. А эту власть, эта прокладка не упоминает, не трогает и так далее. Поэтому мы все должны знать, власть в нашей стране принадлежала и принадлежит только на Султану Назарбаеву. Если он где-то там засаду спрятался, то только для того, чтобы весь этот гнев, недовольство канализировалось в сторону Токаева. И эти люди, они, как Мамай, занимаются именно этим, они обманывают вас. Итак, что нам нужно делать? Мы говорим, что 27 марта в 12 часов дня в Астане будет около цирка митинг, это на левой стороне берега Астаны, в Алматы на Шуханово-Алиханово, в Шимкенте около центрального или в самом центральном парке, в Ахтубе около центрального рынка в Алиханово 10 и плюс 4 города, это районный центр. Это там, где ожидаются проведения митингов. Наша задача нарастить численность. Вы видели, что в России команда Навального сейчас предпринимает. Они открыли специальный сайт, хотят, чтобы 500 тысяч человек зарегистрировалось и тогда провести митинг. В Белоруссии то же самое. Идут процессы. 25 числа, именно сегодня, белорусы объявили о том, что они проводят массовые митинги по всей стране. Мы видим, что Америка и Европа объединились и организовывают санкции против Путина, против Лукашенко. Но мы прекрасно знаем, что Евразийский союз держится на трех диктаторах. На Путине, Назарбаеве и Лукашенко. А тут попадает под санкции Лукашенко и Путин. Ну и, что называется, двери открыты и для Назарбаева. Сейчас идет активная работа над этим, чтобы именно Назарбаев тоже был вовлечен в санкции, чтобы этот пакет санкций был применен к ряду лиц, официальных лиц Казахстана. По этому поводу я сам комментировал, выходили правозащитники, эта часть известна. Что я хотел бы сказать? Я хотел бы озвучить следующее. В нашей стране много разных проблем. Мы развиваемся в рамках глобального мирового рынка и мировых трендов. Сейчас Америка объявила о том, что их главный соперник это Китай во всех отношениях, но при этом есть враждебная страна Россия и Путин организовывал вмешательство выборы президента. Он все время вредил, притом разными такими тайными способами и впервые в истории существования как России так и Советского Союза президент крупнейшей державы мира президент Байден объявил, что Путин убийца. Это по сути дела говорит о том, что если даже и существуют формальные дипломатические отношения, неформальные, ну представьте себе глава крупнейшего государства объявил президента России Путина убийцей. Соответственно вы понимаете, что политическая линия Америки будет направлена таким образом и выстраивать работу таким образом они будут считая, что Россию возглавляет убийца со всеми вытекающими последствиями. Поэтому те санкции, которые сейчас непрерывно каждую неделю мы слышим о них объявляются против Путина и его окружения они не последние. Новые санкции они будут только усиливаться этот санкционный список я знаю точно будет включен и Лукашенко и сейчас идет работа чтобы в этот список был включен Назарбаев со своим ближайшим окружением. Чем это нам поможет? Это ослабит режим, потому что под удары попадут и представители силовых структур и они не последние. если этот беспредел полиции против граждан Казахстана против нарушения прав человека будут дальше развиваться то вы понимаете что санкции будут глубже на уровне исполнителей. По закону Магнитского эти санкции применяются даже против начальников СИЗО против врачей которые не оказали помощь например Сергею Магнитскому юристу. Поэтому эти санкции будут расширяться. Я хочу предупредить исполнителей различных полицейских типа Малыбаева заместитель директора департамента в Астане и других таких ретивых помощников режима что когда санкции коснутся и вас вы имеете ввиду что бежать вам будут будет некуда если Назарбаев попытается спрятаться временно под крыло Путина или убежать в Китай или в Дубае например то у вас никаких шансов не будет у министров силовиков у генерального прокурора у простых директоров департамента в ранге полковников и так далее у вас не будет места на планете где вы можете спрятаться поэтому когда вы даете приказ своим хоробетам ОМОНовцам вы всегда соизмеряете и помните что вы будете найдены в любой точке мира по сути вам и спрятаться будет негде мы знаем что 27 марта темой митинга будет именно много о Китае мы в частности заявляем нет китайской экспансии китайская доля нефтегазовом секторе достигла около 40% в Казахстане они зашли в сырьевой бизнес они планируют строить разные заводы фактически они доминируют в экономике нашей страны и понятно что наши граждане очень сильно переживают мы знаем что в Китае есть специальные концентрационные лагеря и Китай преследует уйгуров и казах мусульман за то что они верят в Бога за то что они говорят на своем языке то есть они подвергаются преследованию за свою естественную природу за то что они такими родились за то что всегда были у них такие традиции это в мире является по сути геноцидом это преследование квалифицируется это не может страна такие вещи применять которые являются членом ООН и известно что такие страны обычно подвергаются санкциям ну и в частности взять Южноафриканскую республику которая была разделена по черному белому признаку как говорили апартеид и она тоже попала под мощнейшие международные санкции собственно сейчас там ситуация другая и мы должны конечно же иметь ввиду что Китай преследует людей по этническому признаку преследует уйгур казахов в Синьцзянь в узком автономном районе и мы должны сказать нет этому такой партнер Казахстану не нужен он должен уважать права граждан и следующее я хочу сказать следующее в связи с тем что существует монополии во всех сегментах экономики именно монополия на власть семьи Назарбаева привела к тому что они монопольно владеют многими секторами экономики они монопольно поднимают цены например на нефтепродукты у них тотальная монополия практически во всех сегментах рынка и собственно именно поэтому они просто поднимают цены в условии когда люди потеряли работу в условии когда в стране карантин когда миллион не знает как выжить эта семья контролирует базары контролирует торговые центры фактически контролирует все просто нагло поднимает цены на тельные товары поэтому мы должны понимать что причина роста цен на продовольственном рынке и вообще на по всех сегментах рынка это контроль власти со стороны Назарбаева если кто-то хочет добиться перемен встроиться в Нуратан встроиться во власть считая что они изнутри сделают карьеру и добьются перемен они заблуждаются мне вчера один человек писал помогите мне встроиться во власть я там буду бороться с ними и так далее это вообще очень наивные люди систему можно поменять только тогда когда мы эту верхушку изгоним из власти и посадим их в тюрьму поэтому уважаемые друзья 27 марта в 12 часов дня мы вас приглашаем на митинги мы призываем прийти мы призываем прийти с друзьями с родственниками я еще раз хочу сказать необходимо создавать ячейки когда вы говорите я не понимаю что такое ячейка это очень просто вы находите 5 человек которым вы доверяете вы с ними объединяетесь вы ходите в телеграм на штаб ДВК и мы начинаем с вами прямо контактировать в закрытом режиме только мы друг друга видим и больше этот контакт никуда не расширяется таким образом создав ячейку вы приходите на митинг командой не один а командой 10, 15, 20 человек и все и нас таких когда будет много именно десятки тысяч тогда мы власть просто сменим мирным путем в этой связи я еще раз хочу сказать уважаемые друзья о том что необходимо создавать ячейки объединяться с нами и мы добьемся успехов другого пути нет кто-то говорит что вот нас на митинге преследует нас преследует потому что мало вы послушаете речи со штаба Навального организаторов они тоже говорят когда 100 тысяч будет протестующих полиция ведет себя как шелковая когда нас будут десятки тысяч они вообще спрячутся десятки тысяч организованных людей наши активисты работают в этом направлении и власть именно их боится боится наших зума в эфире боится нашей координации боится нашей связи со штабом демократической выборы Казахстана именно поэтому эта власть выбирает точечно таких людей сажает их на 10 суток на 15 суток штрафуют кого-то просто держат в тюрьме не даже имея возможности предъявить им обвинение как происходит с рядом активистов как Асхаджик Сибаев Абай Бегимбетов Айрат Плыш и другие держат в тюрьмах несколько десятков человек и не могут им предъявить обвинение потому что предъявлять нечего мы действуем рамках конституции мы добиваемся смены режима мирной смены режима в рамках законной конституции эти люди сейчас попали под давление я многократно обращался и снова и снова обращаюсь к вам говоря о следующем это наш авангард это наши активисты которые идут на острее процесса именно они организовывают тысячи протестующих они ведут за собой людей они ничего не боятся они добиваются смены режима именно поэтому этот режим их сажает в тюрьмы уважаемые друзья я благодарю тех кто оказывал и оказывает постоянно поддержку кто 10 тысяч кто 5 тысяч кто 500 тенге не важно любая форма помощи она чрезвычайно важна для активистов потому что этими средствами оплачиваются услуги адвокатов им покупают различные передачи носят тюрьмы эти деньги помогают им их семьям в конце концов это дает уверенность что наше общество хочет перемен а если вы хотите перемен мы ждем вас на площадях нашей страны 27 марта в 12 часов дня Алга Казахстан